Привет, это видео на ITCA и я Олег Кучеренко. У меня в руках вторая версия Olympus Pen. Это одна из немногих компактных камер со сменной оптикой и с первых же минут знакомства с ней испытываешь массу положительных эмоций. Дизайн и конструкция аппарата вызывают восхищение. Корпус металлический, рукоятка с отделкой из кожи приятна на ощупь. Кнопки выполнены из высококачественного пластика. Качество сборки по стать материалом безупречным. Корпус, собранный из множества деталей, каются монолитным, так что вы не услышите треск или скрип. Такой уровень можно наблюдать разве что в камерах Leica. И все это при габаритах и массе, сравнимых с дорогими компактными камерами. В комплекте идет поворотный электронный видоискатель, который крепится на горячий башмак. Его качество одно из лучших среди камер конкурентов. Большую часть тыльной стороны занимает трехдюймовый дисплей с антибликовым покрытием. У него отличная цветопередача и большие углы обзора. Чуть правее дисплея размещены клавиши AEL, AEF, а также перехода в режим просмотра, удаления и входа в основное меню. Также сзади находится программируемая клавиша FN, кнопка смены режимов отображения и четырехпозиционная клавиша с вращающимся бортиком и кнопкой ввода по центру. Кроме того, в верхнем правом углу находится массивный диск управления и решетка системного динамика. Селектор режимов расположен сверху. Помимо стандартного набора он позволяет выбрать видеосъемку, одну из сюжетных программ или программ арт-обработки. Справа под пластиковой дверцей скрытый разъем кабеля передачи данных и видео, а также разъем мини-HDMI. В Olympus EP2 установлен сенсор формата 4,3 с разрешением 12 Мп, как и в предыдущей модели EP1. Камера снимается скоростью 3 кадра в секунду, при этом буфер помещает 8 кадров в RAW или 12 чпек максимального качества. Автофокус уступает зеркальным камерам, но его скорость и точность не вызывают нареканий. А вот новый режим AF-трекинг на деле оказался малополезным. В процессе записи видео стоит пользоваться ручным фокусом, благо с цифровым 10-кратным зумом можно очень точно наводиться на резкость. В камере по-прежнему нет встроенной вспышки. Снимки в чпек, полученные прямо с камеры, отличаются естественными цветами и приемлемым балансом белого за исключением сложных условий освещения. Фотографии имеют хорошую детализацию и приемлемый уровень шумов, если снимать на чувствительности вплоть до ISO 800. Для получения наилучших результатов рекомендуем снимать в RAW, а для использования в роли походной камеры приобрести дополнительный аккумулятор. В итоге мы получаем потрясающую компактную камеру со сменной оптикой, обладающую широкими возможностями. Тем, кто переходит на ее с компактов, не придется переучиваться. А владелец зеркалок получит малогабаритную камеру, которая дает сопоставимое качество снимков. Огрочает лишь рекомендованная цена в 1100 долларов за комплект. Но учитывая качество устройства, вопроса за что такие деньги не возникает. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова